МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня в нашем выпуске вы узнаете. Сегодня состоялась первая после парламентских каникул сессия собрания депутатов Неницкого округа. О принятых решениях расскажем сегодня в нашем выпуске. Сегодня в Нарьинмаре прошла Международная научно-профилактическая конференция научный, культурный и образовательный потенциал Пустозерска первого русского города в Арктике. Отправиться в увлекательное путешествие по страницам истории округа и в интерактивной форме узнать о значимых событиях региона за прошедшие 90 лет теперь сможет каждый, у кого есть смартфон. 13 сентября в Нарьинмаре стартует уникальный для Неницкого округа QR-квест. В нашем анонсе подробности. В окружной столице прошла Международная научно-практическая конференция научный, культурный и образовательный потенциал Пустозерска первого русского города в Арктике. Участники конференции попытались воспринять идею отражения исторического наследия через современное искусство, а также обсудили ландшафтный туризм и будущее развитие исторического памятника в Пустозерье. С подробностями Любовь Пермякова. С древней мелодии началась сегодняшняя конференция. Перед заслуженными деятелями культуры, археологами, научными сотрудниками и историками выступил ансамбль старинной крестьянской музыки из Санкт-Петербурга. На открытии мы исполняли две композиции, одну волыночную, а вторую вот такую акустическую гусельную. Вот эта музыка, она как бы имеет своими корнями какие-то глубины русской истории, там может быть. То есть это былинный напев, былинная или так по-народному, как она называется, старина. Их исполняли, это эпос, русский, северный русский эпос. Инструменты тоже мы стараемся использовать, которые, предположительно, могли бы озвучивать эти мелодии. То есть это вот гусли, они называются лировидные, с игровым окном. Да, вот это гусли, которые были найдены, подобные инструменты в Новгороде, там в раскопках. Вот это вот допетровская, так сказать, балалайка. Древняя музыка скоро разольется и над Пустозерском, где отметят его день рождения. Побывает на праздники и наша съемочная группа. А пока за столом идет научное обсуждение. В нем участвуют именитые гости. Один из них – кандидат исторических наук Александр Михайлович Мурыгин. Исследование на Нинецкой земле он ведет с 1975 года. Сегодня на конференции археолог презентует книгу древности городецкого озера «Югорская сопка». Любое население стремилось к познанию чего-то нового. И они, конечно, осваивали все места. Мы же изучаем, не просто копаем черепки. И у нас идет определение спора пыльцы. То есть восстанавливается климат на этой территории. Определяется весь костный материал. Приводится радиоуглеродное датирование. Но имейте в виду, я еще раз повторю, 5-7 век – ранние памятники, а самые поздние – 11-14 века. И вот мы так думаем, что это и было то население, которое известно, летописная печера, может быть, с которым столкнулись первопроходцы русские, когда осваивали север. Что еще более ценно. И мы будем дальше продолжать работать на городецком озере. Еще один участник конференции, модератор Илья Барышев, руководил экспедицией, которая работала на раскопке в Веденской церкви. Эта церковь – одна из трех церквей Пустозерска. Мы как раз наткнулись на фундамент последней церкви, которая в 18 веке была построена, в первой половине. Так вот, эти деревянные конструкции приходилось распиливать бензопилой. То есть, и не очень-то легко было распилить. Ну, а Пустозерск, конечно же, непосредственно Пустозерск интересен тем, что у вещей, которые архивы находят, очень хорошая сохранность, благодаря тому, что мерзлобный слой, многолетняя мерлота, она сохраняет. Международная конференция, посвященная Пустозерску, объединила более 20 историков и исследователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Сыктывкара, Амстердама и Наринмара. Участники встречи поработали и в секциях – историко-культурное и природное наследие, археологии, образовательный и туристический потенциал Пустозерска. Огромное спасибо, конечно, нефтяной компании, публичному акционерному обществу, нефтяной компании «Лукойл», которая профинансировала этот форум. Благодаря компании мы сегодня имеем возможность видеть здесь специалистов достаточно высокого мирового, в том числе уровня. Идет активное обсуждение. Благодаря компании «Лукойл» мы смогли издать книгу Александра Михайловича Мурыгина. Конечно, мы очень благодарны нашим спонсорам и надеемся, что «Лукойл», как он пришел в 2018 году в Пустозерск, он будет с нами. И это действительно очень надежный и хороший партнер. Впереди сотрудников Пустозерского музея, участников международной конференции. Конечно, жители округа ждет большой праздник – 520-летие древнего города. Он пройдет уже в эти выходные, 14 сентября, при участии компании «Лукойл Коми». Любовь Термикова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Подготовка к отопительному сезону в регионе на контроле, в том числе и у прокуратуры Ненецкого округа. Накануне комиссия, в которую вошли представители прокуратуры, департамента строительства, ЖКХ, транспорта, специалисты Ростехнадзора, проинспектировали котельные, принадлежащие крупнейшим поставщикам тепловой энергии в городе и поселке Искателей. Подробности в материале моей коллеги Ольги Русул. Подготовка региона к отопительному сезону на особом контроле у прокуратуры Ненецкого округа. Срок до 1 ноября. Все котельные должны получить паспорт готовности объекта, то есть подтвердить соответствие всем нормам и требованиям. В плане сегодняшней инспекции 4 объекта, 2 котельные Ненецкой коммунальной компании и 2 предприятия тепловых сетей. Один из объектов вызывает опасения у надзорных органов. Что делается для того, чтобы нарушение строить, я так понимаю, новое здание, помещение котельного округа, выделены деньги. Эта котельная расположена в поселке Искатели. Она обеспечивает теплом порядка 50 домов. Вопросов к оборудованию нет, а вот само здание вызывает опасения. Котельная к отопительному сезону готова, тепло в поселок подается. Единственное, у нас проблемы со зданием самой котельной, к оборудованию вопросов нет. По зданию строится новая котельная, которая будет введена в эксплуатацию в 2020 году. Всего введений предприятия 13 котельных. Все, по словам руководителя, готовы к зиме. Отопительный сезон на них начат согласно распоряжению главы муниципалитета. Следующий объект – котельное предприятие объединенных котельных и тепловых сетей. Я вам могу сказать с уверенностью, что мы готовы 100% к отопительному сезону, и он уже начался. Как правило, это у нас обычно числа 15 августа. Все мы готовы уже. Все 18 котельных предприятия на сегодняшний день работают, обеспечивая жителей города теплом и горячей водой. По ряду объектов котельных можно сказать, что они в принципе готовы и наверняка получат соответствующий паспорт готовности. По ряду объектов тут есть вопросы и нарекания. Соответственно, у нас проверка только начата. В случае выявления нарушений мы примем, соответственно, исчерпывающие меры прокурорского реагирования, направленные исключительно на устранение и не допущение нарушений впредь. У поставщиков тепловой энергии еще есть время устранить недостатки, чтобы горожане встретили зиму в теплых, уютных квартирах. Ольга Русул, Вадим Носкин, Телеканал «Север». В главный финансовый документ региона внесены изменения. Соответствующее решение было принято сегодня на сессии окружного собрания депутатов. В соответствии с законопроектом, параметры окружного бюджета увеличиваются по доходам и расходам на 2019 и 2021 год и уменьшаются на 2020 год. В частности, на текущий год общий объем доходов и расходов окружного бюджета увеличивается на 2 млрд 167 млн рублей. Более 2 млрд рублей будет направлено Департаменту строительства ЖКХ энергетики и транспорта НАО. Из них 1 млрд 750 млн в федеральные средства на строительство дороги на Ридмарусинск. На субсидии юрлицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен тарифов на электроэнергию, тепловую энергию, на твёрдое топливо, горячую и холодную воду направят порядка 247 млн рублей. Законопроектом установлена дополнительная субсидия на частичное возмещение затрат в связи с доставкой сельскохозяйственной продукции на Ридмар и посёлок Искателей. Речь идёт о доставке сливочного масла из Оксина и Коткина. По Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на общую сумму 42 млн рублей, а также за счёт средств внутреннего перераспределения на следующие направления выплаты региональной доплаты к пенсии, социальная помощь на компенсацию проезда для лечения и другие лечебные учреждения, ежемесячные компенсации выплаты гражданам, получающим пенсию, предоставление ежемесячной компенсационной выплаты неработающим пенсионерам на содержание детей и социальная поддержка многодетных детей. Дополнительные средства выделены Департаменту образования, культуры и спорта на приобретение основных средств, индексацию зарплат работников бюджетных учреждений. Почти 11 млн рублей направят на питание обучающихся в школах в связи с увеличением с 1 сентября стоимости питания на одного школьника в городе до 109 рублей, на селе до 120 рублей на учащегося. В законопроекте также учтены поправки депутатов. В частности, увеличены средства детскому саду посёлка Красное на приобретение основных средств, игровой и дидактический материал, а также 2,6 млн рублей Неницкому профессиональному училищу в связи с увеличением мест для поступления по профессии мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. Поступили предложения от родителей из посёлка Красное. Набиралась у нас группа ребят по мастерам по ремонту автомашин в Неницком профессиональном училище. Всего было подано 54 заявления. Группа набралась только на 25 человек, то есть 28 детей не попали. В том числе это 15 ребят из сельских населённых пунктов. Поэтому было принято решение совместно с губернатором ещё раз просмотреть этот вопрос, проработать вопрос. И было принято решение о создании ещё одной группы. То есть мы сегодня внесли предложение. Поправка составляет где-то 2 миллиона 100. Это непосредственно на создание дополнительной группы для этих детей, которые не попали в первую группу. По итогам обращения губернатора округа 5 миллионов рублей будет выделено муниципальному образованию городское поселение рабочий посёлок Искателей. Для ремонта помещения, которое безвозмездно предоставлено в пользование региональной общественной организации по оказанию помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам и их семьям особое детство в Ненецком автономном округе. Для владельцев аварийного жилья упростили покупку новых квартир. Соответствующие изменения в окружной закон о выкупе аварийного жилья были одобрены сегодня на сессии регионального парламента. В частности, уточняется одно из требований к дому, в котором находится жилое помещение, приобретаемое гражданином с использованием средств компенсационной выплаты. Согласно действующей редакции закона, процент износа дома, в котором находится такая квартира, не должен превышать 30%. Для предоставления сведений о степени износа дома граждане должны инициировать процедуру оценки дома, стоимость которой зависит от объёма объекта обследования. В случае приобретения квартиры в многоэтажном многоквартирном доме собственник аварийного жилья для подтверждения допустимого процента износа такого дома несёт существенные затраты. Когда вообще закон это принимали, он был новый совершенно и для Нинска, и для других регионов. Изначально договорились о том, что если потребуются какие-то изменения, то мы их обязательно примем для того, чтобы сделать эту процедуру удобной для граждан, чтобы было меньше бюрократических всевозможных препонов для получения возможности компенсации за аварийное жильё. Было достаточно много обращений. Большие сложности возникли с тем, что износ дома, в котором хотят приобрести квартиры жители, граждане, он должен составлять до 30%, и это подтвердить было достаточно сложно, потому что граждане могут приобретать квартиры на всей территории Российской Федерации, у нас здесь в городе. И для того, чтобы дать эту оценку, БТИ требовалась оценка всего жилого дома, а не одной квартиры. Поэтому это было достаточно затратно, и люди неоднократно и к нам обращались, и в депутатский корпус. С учётом мнения жителей региона было разработано дополнительные условия для приобретения жилого помещения. В частности, предлагается оценивать сведения о сроке эксплуатации дома, исчисляемого с года его постройки. Эти данные содержатся в кадастровом паспорте жилого помещения, поэтому их предоставление не обременительно для граждан. Мы устанавливаем 30% износа, должны подтвердить, если дома уже превышают те сроки, которые мы определили сегодня в изменениях. Это кирпичные дома 15 лет, деревянные дома 7 лет и быстровозводимые конструкции 10 лет. Всё остальное необходимо будет подтверждать, потому что, например, есть дома после капитального ремонта, и, естественно, у них процент износа уменьшается, если серьёзно были отремонтированы несущие конструкции, такие как фундаменты, кровля, утепление фасадов. Это всё влияет на процент износа. Поэтому, я думаю, что, по крайней мере, меньше будет беготни и волокиты у людей для того, чтобы встать на очередь и получить эти компенсации. Как отметила Валентина Саутина, проект закона вступит в силу после подписания губернатором округа и официального опубликования документов в средствах массовой информации. Ирина Никешина, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». В преддверии юбилея Нинецкого округа в регионе проводится множество конкурсов. Дворец культуры Арктика – один из организаторов сразу нескольких из них. Это конкурс фотографий НАО в объективе, конкурс художественного творчества «Я – частичка НАО», творческие конкурсы для молодых родителей и их детей и один из самых интересных – новый интернет-конкурс «Краса НАО». Изначально организаторы планировали провести конкурс «Мисс НАО», но потом от этой идеи отказались и решили провести конкурс в новом для округа формате – в формате онлайн. Но это не просто фотоконкурс. Мы предложили девушкам и женщинам нашего округа из каждого муниципального образования заявить о себе, быть олицетворением своего края, может быть, и нашего региона в целом. Заявки подали 8 девушек из муниципальных образований округа, 2 девушки из муниципального образования рабочий поселок «Искатели» и 9 девушек из муниципального образования городской округ «Город Наринмар». Как отмечают сами организаторы, абсолютно у всех конкурсанток внешняя красота гармонично сочетается с внутренним миром. И показать это зрителю – та задача, которая стояла перед идейными создателями конкурса. Для каждой девушки мы писали свою характеристику. Мы собирали анкеты, обзванивали их, чтобы создать именно тот образ с теми достижениями, жизненными позициями, целями и даже стилем жизни, которые ведут девушки. Чтобы голосование было как можно максимально предельно честное, чтобы голосовали не только за внешность, а именно за их нравственные и духовные ценности. Кроме главной победительницы будут награждены и призеры в других номинациях, но организаторы пока держат их в секрете. Добавлю, онлайн-голосование продлится до 23 часов 59 минут 12 сентября по ссылке в группе ВКонтакте Дворца культуры Арктика. Отправиться в увлекательное путешествие по страницам истории округа и в интерактивной форме узнать о значимых событиях региона за прошедшие 90 лет теперь сможет каждый, у кого есть смартфон. 13 сентября в Нарьинмаре стартует уникальный для Ненецкого округа QR-квест. Отправной точкой квеста станет Дворец культуры Арктика, где у центрального входа желающий принять участие обнаружат карту с отмеченными локациями и первой табличкой с QR-кодом. Идея квеста – постепенно перемещаться из современности в прошлое, однако порядок прохождения может быть любым. При считывании QR-кода люди будут приходить на закрытую страницу, получать информацию о десятилетии в целом развития нашего округа. И также по правильным ответам на вопрос, которые заложены в тексте, можно найти этот ответ на вопрос, уже будут получать подарки. В разработке квеста принимали участие Ненецкий кривический музей и Паулу Койл. Презентационная игра пройдет 13 сентября с 15 до 18 часов. В этот день всех участников на каждой точке будет ждать интерактивный театр. Предварительная запись не нужна. Такова информационная картина этого дня. Также наши новости можно увидеть в официальной группе телеканала «Север ВКонтакте». Далее смотрите прогноз погоды.